В момент съемок фильма Марина Ниелова действительно переживала похожую ситуацию. В начале 80-х годов она встречалась с известным во всем мире шахматистом Гарри Каспаровым. Совпадение личного и киношного подарило зрителям удивительно правдоподобный фильм. Кстати, после выхода картины на режиссера Георгия Данелия обиделись женщины, посчитав, что слишком уж безысходной показана их жизнь. А его друзья решили, что прототипом Бузыкина он вывел именно их. Роман 21-летнего Каспарова и 37-летней Ниеловой длился два года и закончился разрывом. Актриса призналась любимому мужчине, что беременна Каспаров ребенка не принял, с той поры они больше никогда не общались. Гарри Каспаров выпустит в 1987 году на Западе автобиографическую книгу Child of Change. Дитя перемен в ней расскажет об их непростых, но очень ярких отношениях. Первая встреча именитой актрисы и самого молодого претендента на звание чемпиона мира в истории шахмат произошла в театре. Он увидел ее в роли Маши в «Чеховских трех сестрах». Но личное знакомство произошло в доме у звездной супружеской пары, тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и пианиста Владимира Краенева. Наше близкое общение с Мариной Ниеловой продолжалось более двух лет. Она была старше меня на 16 лет, как и все мои тогдашние подруги. Отчасти потому, что я очень быстро повзрослел. У нас с ней было много общих друзей среди писателей и художников. Она очень неординарная женщина. Вполне возможно, что наш союз опирался и на ощущение нашей исключительности, писал он. Ее поддержка придавала силы. Паузы в общении влюбленные заполняли продолжительными телефонными разговорами, которые, как признавался Каспаров, позволяли чувствовать себя увереннее, принимать верные решения, когда я позвонил ей из Вильнюса после победы над Смысловым и сказал, что уже без пяти минут чемпион мира, то услышал ее ироничный голос, не спешат ли твои часы. В те годы Каспаров жил в Баку и, приезжая в Москву, часто бывал в квартире Ниеловой на чистых прудах. Вместе они выходили в свет, ходили по гостям. Каспарова часто видели за кулисами современника. «Марина плюс Гарри равно любовь», написал кто-то на изнанке занавеса. Ниелова находилась в зале во время всех его знаковых матчей, сидела рядом с мамой гроссмейстера, Кларой Шагеновной. Говорят, их так и называли две мамы, однако, именно мать Каспарова и воспрепятствовала их роману. Она считала, что эти отношения могут стать помехой в карьере сына. Гарри послушал мать и порвал с ней Оловой. Марина на тот момент уже была беременна. «Это не наш ребенок», — заявила Клара Шагенов на прессе. «Если хочешь жениться на актрисе, лучше женись сразу на целом заводском общежитии», — убеждала она сына. «Я почти перестал видеться с Мариной. Расставание становилось почти неизбежным, поэтому я был полностью уверен, что ребенок, которого она носила, не мог быть моим. Каждый из нас имел отдельную личную жизнь. Я попытался выбросить все это из головы и сосредоточиться на шахматах», — напишет Гарри Каспаров в книге «Дитя перемен». Гордая актриса раз и навсегда вычеркнула предавшего ее мужчину из своей жизни. В театре современник коллеги Нееловой были крайне возмущены поступком шахматиста. Валентин Гафт даже прилюдно заявил, Каспаров недостоин, чтобы его принимали в приличном доме. В 1987 году Марина Неелова родила дочку, девочку назвали Ника. Ей было почти 40, когда она стала мамой. Женское счастье Марина обрелась дипломатом Кириллом Геваргяном, он стал для ее дочери настоящим отцом. Они познакомились на одном из приемов, а через три месяца поженились. Неелова вслед за мужем, советником российского посольства, уехала за границу, сначала в Париж, а потом в Голландию. Ей долгое время удавалось жить на несколько стран, совмещая роли в современнике и в кино с жизнью с семьей за рубежом. Играла актриса редко, в основном это были роли второго плана. Недавней большой работой в кино стала для Марины трагикомедия «Карп отмороженный», вышедшая в начале 2018 года. В ней она появилась перед зрителями в роли провинциальной учительницы на пенсии, снялась вместе с Алисой Фрейндлих и Евгением Мироновым. Источник КП.